Изначально я искала, хотела партнера для себя, а он готов только поймать. Мне кажется, я убивала мужиков в этом шоу. И 25 сентября мы приглашаем вас на бесплатный мастер-класс. Мы говорим об одном, ты приходишь совершенно с другим. Смысл нашей встречи тогда? Вы все время говорите о том, что вам кто-то что-то не дает, но ведь это неправда. Тебе дали задание, это же твое было конкретное задание, схему эту сделать. Вы приходите в шоу, и вы продолжаете делать то, что вы делали. Ребята, это ужасно. Вы удивитесь, когда вы начнете работать со своим мышлением. Если у тебя получится сделать прорыв в бизнесе, у тебя будет другой муж. Я куда-то попала, да? Попала. Всем привет, друзья! Я тут на диванчик присяду, потому что мать устала. Случилось то самое событие, которого все дети так ждут. Ну, по крайней мере, первый раз. Это первый класс. Знаете, наверное, я это событие ждала меньше всех. Потому что я знала, что теперь мне придется полностью изменить свою жизнь. Включая спортклуб, время подъема, выхода из дома и вообще весь свой график к черту. Хочу спросить только одно. Женщины, мать ваша, как вы живете? Как вы живете, мамки? Это же нереально просто во всем этом дурдоме жить. И несмотря на то, что у меня есть няня, и благо мой ребенок уже выбрал профессию своей жизни, и уже знает, чему отдать себя полностью, и нам не нужно записываться на миллион кружков, это просто полный капец. И что я могу сказать? Я рада, что у меня есть дело в моей жизни. Я рада, что у меня есть вы. И я рада, что сегодня будет этот выпуск. Несмотря на то, что он будет, как по мне, наверное, немножечко грустненьким. Грустненьким, потому что сегодня к нам пришла Катя. И пришла она одна, без Саши. И это большой вопрос. Грустненький, потому что Катя продемонстрировала в очередной раз большую проблему всех людей. Это нежелание включать мозг и нежелание включать мышление предпринимателя. К сожалению, большинство людей, которые сегодня активно пытаются заработать денег, построить бизнес, ну, как-то вот не то с мышлением, не готовы меняться, не готовы. Или очень хочется, но не знаете как. Или почему-то не слышите. В общем, ребят, мы сегодня будем обязательно в этом разбираться. И с самого начала я хочу сказать, что у вас есть офигеннейшая возможность попасть на 30 дней в Ритме Ермиловой, моей любимейшей онлайн-программы, которую я уже провожу несколько лет. В четверг, ребята, в этот четверг стартуют продажи. Обязательно не проспите. И 24 сентября мы стартуем в 30 днях сумасшедших, в которых вы сможете общаться со мной каждый день. В Вайбере получать от меня мега-задания и вообще взрывать свой мозг. Для того, чтобы не проспать продажи, которые произойдут уже после выпуска, в общем-то, когда вы увидите его, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, и тогда вы точно, точно ничего не пропустите. Присоединяйтесь и, наконец-то, порвите свой мозг. Ну, а сейчас смотрим выпуск и смотрим, как же у нас прошла встреча с нашим Катей. Привет. Ты так пугаешь меня своими хлопками, Сергей перед каждым выпуском делал так. Это я, чтобы напугались. Ты сегодня фан? Да, я фанат сожигал. Так, а где твой фанат? Где я потеряла мужа? Муж работает, у него сейчас срочные проекты, он вернулся на свою работу. В общем, он встежал от себя к работе. Я так и знала. Я думал, что проще, наверное, будет все-таки заниматься и не мучиться. Да. Изначально я искала, хотела партнера для себя, а он готов только помогать. Помогать на данном этапе уже немножко, как бы я прошла этот этап, мне хочется действительно, ну, либо партнера, либо пусть помогает уже какой-то другой человек. Я не вижу смысла особо тянуть, упрашивать и все остальное. Ну, он настроил, как мы наговаривались, настроил рекламу. В фейсбуке мы вместе сидели, разбирались. Но постоянно подталкивать должна его я. Человек не хочет сам активно этим заниматься. А что он настроил тебе? Ну, рекламу, мы порой рекламу запустили. Не, ну, рекламу запустить много ума не надо. Вопрос в том, чтобы получать с этой рекламой какой-то выхват, да, потому что просто запустить-то ничего не получишь. Ну, мы вроде бы сейчас получаются. Мне еще помогает дополнительная девочка. Я нашла все-таки помощницу, которая еще, как мне кажется, активно и меня подталкивает. Которая не я подталкиваю, а... У меня, знаешь, вот интересно по рекламе, потому что я тоже сейчас в фейсбуке очень сильно ковыряюсь. И мне интересно, на что вы настроили, какой вы хотите, ну, какой результат, какая у вас статистика по этой рекламе. Так, сейчас я покажу статистику по рекламе. Я еще сделала такую папочку конкретно, я написала, что у нас цели, кого мы таргетируем. Такого плана. Родители с детьми дошкольного возраста, в городском возрасте. Мне кажется, я грохнула это, убивала мужиков в этом шоу. У меня такое ощущение. Вот нам все говорят, почему у вас девочки одни. Этот вопрос, честно говоря, ко мне тоже закрадывается. Но каждый раз, когда я... Не все готовы выслушать критику. Сталкиваюсь с мальчиками, но вопрос же не в критике, вопрос же в том, что делать, как изменить. И такое ощущение, что мужчины сразу же бегут как с подводной лодки, куда-то прячутся активно, начинают говорить, да я буду зарабатывать, да я буду делать все, что угодно, но куда-то все исчезают. Вот я могу сейчас, Сергей, посмотреть по твоей рекламе, но пока я... То, что меня волнует. Ты понимаешь, что в этом бизнесе, создавая... Ну, вообще ни в каком бизнесе, человек один не может создавать продукт и заниматься его продажами, маркетингом постоянно. Потому что это две вообще разные. Это как оркестр и певец. Ну, то есть, есть, конечно, ребята, которые... Ну, вряд ли это твоя история. Ты понимаешь, что тебе нужно с этим что-то делать. Ну, либо я найду какого-то раньше человека, который будет помогать мне, да. Тебе нужно, понимаешь, помогать... Либо я сама буду сама все разбираться. История пограть, это очень плохо. Сама ты сдохнешь. Ну, понимаешь, вот я тебе говорю так, как есть. У тебя ничего не изменится сама. Потому что это просто невозможно. Вот мы с Сережей, например, да, занимаемся там нашим бизнесом. И очень тяжело. Несмотря на то, что я очень хороша в своем деле, если я таково считаю. Он хорош в своем деле. Но... И у нас есть сотрудники. Вот. Но все равно это сложно глубоко копать. Ты все-таки... Но я хотела так. Ты человек, который... Нет, это я понимаю. Мы не можем переделать твоего мужа, и это не стоит делать. Я не могу его заставить. Не можешь. Абсолютно не можешь заставить. Вопрос в другом. Вопрос в том, что есть вот эта клеточка, большая часть, которую тебе нужно куда-то переложить. Либо на хорошего сотрудника, что сейчас мне кажется очень сложным. Потому что, скорее всего, ты будешь сталкиваться с тем, с чем сталкиваются все остальные. Ты будешь кого-то нанимать. Он будет что-то делать, так как он это понимает, умеет. Это не будет давать никаких результатов. И, собственно, есть то, что есть. Либо это должен быть партнер, который отвечает за это. Которому это будет интересно с точки зрения финансовых результатов. Который умеет и хочет заниматься продажами, рекламой, СММ и прочими вещами. Но при этом у него нет продукта. Он думает, например, вот это я умею делать, но он парится над тем, какой продукт ему изобрести. То есть, скорее всего, это твой случай. И это точно, над чем, действительно, в этом случае тебе нужно работать. Потому что, Саша, у тебя занимался очень классными вещами. Он занимался... Отнести на почту посылки, сходить купить что-то. Понимаешь, и мы это... Проще, конечно. И мы это называем партнерством. У меня все технические дела. Это может делать любой сотрудник за 3 рубля. Но, Катя, ты должна это понимать. Потому что ты пришла с запросом того, как вырасти из обычной девочки, которая продает в Инстаграме, которых сейчас миллион. И я повторяю то, что это очень круто. То есть, я, когда покупаю вещи в Инстаграме у девочек швей, я прям сегодня не могу нарадоваться. Клянусь. Потому что это очень добротно, очень дешево. И зашибись, как круто. Я зашла, кстати, вот в школьную форму, да. Я покупала обычно там Лэппинхаус. Есть бренды Олетта и так далее. И, конечно, когда я сегодня смотрю там на блузочки по 3 тысячи гривен в школу. И юбочки. И я улыбаюсь, потому что я знаю, что наши девочки швей сегодня. Зашибись, как круто. За 500-1000 гривен. Классно шьют. Даже обувь уже создают. Я общаюсь сейчас с мамами. Очень хорошими, упакованными мамами. И мы все это обсуждаем. И нам это очень нравится. Но это же для вас никогда не будет бизнеса. Вы никогда на этом не сможете заработать, если вы не построите какую-то модель, при которой вы сможете продавать много. Кому-то. То, о чем мы говорим. Понимаешь, и это ключевая мысль, которую ты должна сейчас понимать. Мы сейчас это все будем разбирать, все замечательно. Но если ты хочешь выйти на цифры, то нужно решать системную ошибку. А системная ошибка о том, что должен быть кто-то, кто этим целенаправленно постоянно занимается. Потому что это колоссальная работа. И для того, чтобы выйти по рекламе, чтобы твои лиды стоили каких-то нормальных денег, их было много, может потребоваться 3 месяца, полгода, год или два. Но это возможно при системной работе. Понимаешь? Вот избежать этого нельзя. Ну, то есть, надеяться, что само заживет, понимаешь, оно не пройдет. То есть, в любом случае, можно себя обманывать и надеяться, да, ну, как-то органика, я буду больше продавать. Ты все равно упрешься в какую-то свою тысячу долларов, там, две. И все, ты этот потолок не пробьешь. Ну, просто не пробьешь. Никак. Друзья, мы с Сергеем продолжаем активно думать. Ну, я лежу и думаю, Сережа просто думает. Над тем, каким образом помочь вам, над тем, каким образом помочь вам раскачаться. Создаем очень много разных продуктов. И 25 сентября мы приглашаем вас на бесплатный мастер-класс. Я даже записала, как он называется. Как продавать больше всех. На нем мы вам расскажем очень много фишек и интересных вещей, которые связаны с продажами. И главное, с тем, почему сегодня у вас не получается продавать. Что вы упускаете. Под этим видео мы оставляем ссылочку на этот мастер-класс. По-моему, даже Сергей сказал, что мы ее оставим и здесь. Обязательно переходите, регистрируйтесь. И 25 сентября в 19.00 мы ждем вас на этом мастер-классе. А может, 19.30. Это не важно, потому что у меня проблемы со временем. Главное, что вы должны там быть. Обязательно приходите, не провороньте, не профукайте. Запишите себе это в напоминалки, в свои телефоны. Потому что у вас, как минимум, будет отличная возможность пообщаться с нами вживую. Ну и, естественно, помочь своему бизнесу заработать больше денег. А деньги нынче всем нужны. Смотри, в прошлый раз говорили о сайте-конструкторе. Что-то ты двигалась в этом направлении? Да, я создала сайт. Вообще, как тебе сама эта идея? Кажется, здравый? Идея очень классная. Только вопрос, как всегда, в финансах. Потому что то, что мне писали люди, на сайт нужно потратить минимум 3 тысячи, 3-5 тысяч долларов. И еще дополнительно оплатить этот конструктор. Мы тебе не говорили тратить, да? Мы тебе говорили составить схему. Ты составила схему? Ну, схему вот эту я пыталась что-то себе... Нет, что сказать, что... Ну, вот это, вот это. Вот это я рассказывала людям, что я хочу. Я сделала отдельно реглан, отдельно юбочки, отдельно платится. И вот на девочку. Я пыталась рассказать свои идеи, но мне сказали, что... А ты не пыталась сама нарисовать? Я же тебе сказал, ты сама должна схему нарисовать. Ну, вот она тебе нарисовала. Это не схема. Это, ну, вот схема, это ты когда рисуешь, как выглядит примерно страница. Слушай, а был какой-то молодой человек, который рисовал. Он даже что-то нам отправлял. Ты с ним связывалась? Вот, наверное, который мне тоже предлагал, да. Он тебе предлагал... Он тебе продавал это? Ну, да, да, да. Он предлагал сделать это в фотошопе, сфотографировать девочку, сфотографировать отдельно вещи. И вот... Ну, он тоже берал, он как графический дизайнер, он говорил, что это все сложно. Дело не в этом. Да, вот смотри, вы вообще начали не с того. Вы начали с картинок, с каких-то визуализаций, а надо же со схемой. И самое главное, какая схема будет. Ну, я показывала тоже пример... Где схема? Где вот схема какая? Вот где какие кнопочки? Нет, ну ты... Это не схема, это картинки, это вырезанные фотографии одежды. А нам это не надо вообще. Нам надо сейчас схема. На что будет нажиматься, что будет открываться? Это ты должна придумать. Потому что если они за тебя это придумают, то это будет не твой бизнес уже, это их бизнес. Понимаешь, они придумают так, как это они думают. Но они же не продают детскую одежду. Это не их клиенты. Это твои клиенты. Это твой бизнес. Понимаешь, они придумают как-то. Не факт, что это будет работать. Скорее всего, нет. Это должна ты придумать. Но он присылал же тебе картинки какие-то. Вы по этому поводу не работали? Я видела, что были схемы. Как раз то, о чем ты говоришь. Куда нажимаешь? Что происходит? Я вот вижу, что у Кати происходит четко, как и в прошлый раз. Вот отказ от мышления. Ты не хочешь нифига думать над своим бизнесом. Мне просто сказали, что это дорого. Все, и я сразу не могу дорого создать вот этот конструктор, что никто не может это сделать. В прошлый раз мы тебе не сказали прийти с конструктором. И тебе сказали, что ты должна нарисовать схему. И искать, просто подыскивать уже исполнителей. Но не говорили, что ты должна с конструктором прийти. Ты должна схему нарисовать. Что это? Это не схема никакая. Я пришла от обратного и создала сайт. Создала сайт на готовой платформе. И мне кажется, что на данном этапе у меня все-таки немаленький ассортимент. У меня около 100 единиц. И получается очень много. Такой ты сайт? Интернет-магазин состава просто? Да. Показывайте. Тут у меня платье, свитшоты. А чем ты тогда к нам пришла? Ну, смотри, мы в прошлый раз встретились. Я тебе дал четкое задание. Ты вместо того, чтобы подумать, посидеть, как это может выглядеть. Ты говоришь, классная идея, но думать над ней ты не хочешь. Нет, я хочу, если... Я же не могу ее сделать просто потом визуально. Я там могу... Вот смотреть, вот смотри. Вот есть этапы какие-то, да? Вот, вот. Не надо думать, как это будет потом делаться, да? Оно там придет. Сейчас. Сейчас. Сейчас, что я могу сделать прямо сейчас? Сейчас я могу сейчас и нарисовать схему, как будет выглядеть страничка с моим конструктором. Люди даже не знают, что считать, потому что ты им не можешь объяснить. Ты даже не хочешь, о чем нарисовать. Ты сама не знаешь, что ты хочешь. Они говорят, тебе это будет дорого. Я показала им девочку, показала отдельные вещи, которые нужно будет меняться. Да, и никто вообще из того, кого я знала, кого я могла обратиться... А без денег никто думать не будет. Понимаешь, без денег... Поэтому они говорят, заплати нам 5000 долларов, мы будем думать. Ты сама не хочешь думать, ты говоришь, у меня нет 5000 долларов, чтобы за меня подумали. А самой подумать тебе лень. Я вижу, что в твоей семье вообще никто думать не хочет. Этот сразу сбежал, потому что ему сказали подумать, да, ему дали задание там, где надо думать. Тебе дали задание. Это же твое было конкретное задание, схему эту сделать? Тебе мы это давали. Ему давали задание с трафиком. Тебе давали сделать схему. Где схема? Как выглядит вот эта должна страничка? Какие там должны быть блоки? Какие там должны быть кнопки? Что нажиматься? Что открываться? Это ты должна придумать? Ты вообще не хочешь думать. Ты говоришь, я решила сделать интернет-магазин. Тебе сказали, я тебе сразу сказал, что будет с твоим интернет-магазином. В нем никто покупать не будет. Потому что для интернет-магазина у тебя маленький ассортимент. И тебе просто, ты зря потеряешь время и деньги. Ну, можешь пробовать, конечно. Но я не знаю, зачем ты. Мы говорим об одном, ты приходишь совершенно с другим. Смысл нашей встречи тогда. Я, например, не вижу смысла обсуждать твой интернет-магазин. Мы тогда поговорили. Та ли тебе задание? Ты говоришь, классная идея. Приносишь мне совсем другое. Причем времени это прошло уже гораздо больше. Да, время пришло там, не знаю, три недели, наверное, как минимум. Больше. Мы ничего не сделали за это время. То есть вы продолжаете делать что-то свое и надеетесь, что у вас что-то изменится, то, что вы с нами встречаетесь. Ничего не изменится. Мне кажется, если даже я сделаю интересный конструктор, мне же нужно как-то будет еще людей туда загнать. А вдруг у меня вообще, я не знаю, не получится, не будут люди покупать вот это. Все, пока. Ничего не получится, значит. Ну, вдруг ничего не получится. Давай ничего не будем делать, потому что вдруг что-то не получится. Конечно, ничего делать не надо. Если бы просто была дизайнера. Кать, ничего делать не надо. Вдруг у меня не получится. Конечно. О чем речь? Это я просто трачу на готовой платформе 150 долларов, а у тебя? Я трачу 3-5 тысяч, и я так и думаю. Катя, во-первых, еще никто не говорил тратить 3-5 тысяч. Во-вторых, все абсолютно процессы можно всегда, когда ты начинаешь их рисовать, делать и общаться с умными людьми, с умными, не с теми, кого ты знаешь, а подыскивать людей, то ты видишь, что могут быть решения очень разные, и они могут упрощаться. Мы все время занимаемся этими вещами и видим, что иногда приходит идея, сложная очень ее реализация, а затем приходят очень простые решения после того, когда мы начинаем говорить и ставить себе задачу, как это упростить здесь и сейчас. Решение может быть очень простым. Но Сергей сказал очень правильную вещь. Вы приходите в шоу, и вы продолжаете делать то, что вы делали, и вы ждете какое-то волшебство. Есть очень правильная фраза. Если ты будешь продолжать делать то, что ты делал, ты будешь получать то, что ты получал. Для того, чтобы получать что-то новое, нужно попробовать делать то, чего ты не делал. Вот у нас была встреча с Людмилой, была съемка с ней, и у нее было самое радикальное решение из всех. Ей нужно закрыть старый салон и открыть новый салон, и найти партнера, и найти деньги на ремонт, и у всех уволить сотрудников, которые были и работали много лет, и нанять новых. И она все это делает. И каждый раз она не знает, где у нее не было ни бюджета, ничего не было для этого. Сегодня вот она приехала, рассказала о том, что она закрыла долги и прочие вещи. И каждый день решает проблемы по мере их поступления. Но перед глазами должен быть новый план. Ты понимаешь, что ты не сможешь выбраться, как любая девочка инстаграммер, ты не сможешь выбраться через эти потолки, если ты будешь делать вот то, что ты делаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Я все понимаю, что мне нужно избавиться от многих страхов, которые у меня есть. Просто взять и начать делать даже. Делать то, что ты можешь сделать сегодня. А сегодня тебе ничего не мешает нарисовать эту гребаную схему. Не думать о том, что как я это буду воплощать, сколько это будет стоить, кто это будет. Просто тупо нарисовать ее и посмотреть на нее. И захотеть ее или не захотеть. Может быть, ее можно реализовать даже на онлайн-конструкторе сайтов. Вполне возможно. Я спрашивала. Никакой онлайн... Что ты спрашивала? У тебя нет схемы. У тебя даже ТЗ нет. Что ты могла спрашивать? Я показывала девочек отдельной одеждой. Спрашивала, можно ли такой сайт как отдельное приложение. Ты даже мне ничего показать не можешь. Ты сама не понимаешь сейчас, что это. Если бы ты сейчас нам показал ТЗ, возможно, тебе Сергей сейчас все бы упростил и объяснил, в чем загвоздка. А так не о чем разговаривать даже. Ты в голове уже решила, что это сложно, и кто-то тебе подтвердил это. Ты пошла к кому-то, чтобы он тебе это подтвердил, что это сложно. Но человек, который сидит и готов этим заниматься, ты ему даже не можешь показать. Ты вот ему показала что-то, но это явно не то, о чем он говорил, оказывается. Может, вы вообще друг друга не поняли. В этом плане, да, тяжело. Мозг соображает. Я посмотрела конструктора даже на автомобильные сайты, смотрела, как там диски выбирают машины, и диски просматривают. Разные варианты. Victoria's Secret я тоже смотрела, там, где белье просто на девочке меняется. Там было тоже примитивно, да, вот такая картинка. Вещь тут по цветам, тут цвета, и все. Мне показалось, что это то же самое, что... Ну, я не знаю, я сделаю более детально, я попытаюсь конкретно разработать, наверное, я поверхностно просто... Вот что это за картинка, что это за картинка, и как они должны. Ну, я тебе, ну, я тебе рисовал, да, что это какая-то должна быть лента, ну, какая-то лента, который, в которой фотографии платят. Да, человек листает, листает, выбрал нужное. Вот когда клацает, тогда оно должно оказаться на девочке, да, это платье. Вот, или принт, там, или юбочка, или, там, блузочка и так далее. Вот, так вот, как ты вот это показала, вот это не нужно. Не нужно фотографии платьев, нужна схема, где что находится. И что, по кому кликается, и как это выглядит. И я думаю, что тут не нужны даже фотографии, тут скорее нужны визуализации какие-то даже, может быть, даже лучше. Не, ну, вещей, наверное, фотография, а ребенка, может быть, визуализация какая-то. Ну, это неважно, на самом деле. Это уже вопрос дизайна. Но мы о дизайне не говорили с тобой вообще, мы говорили о схеме. То есть схема и дизайн разные совершенно вещи. Ну, они как бы близкие, но изначально мы схему делаем. Ну, это как в квартире, знаешь, сначала, где какие комнаты находятся. Где диван стоит, где это, а потом же дизайн. Какой диван, в каком стиле и так далее. Это уже другое. Вот, а саму схему ты должна придумать. Тебе же здесь жить, твоим клиентам. Думать вообще не хотите. Вы идете по пути наименьших сопротивления. Саша говорит, я лучше буду на почту ходить, посылки относить. Потому что думать не надо. А ты говоришь, я лучше буду сидеть в платье шить. Потому что тоже думать не надо. Ну, и шейте, и ходите на почту. Зачем вы тогда? И зарабатывайте эти 500 долларов в месяц, как зарабатывали. Ну, смысл-то да. Не хотите думать? Вы никогда не станете предпринимателем, если вы не хотите думать. За вас никто не придумает. Понимаешь, никто. Вот это запомни. Предприниматель думает сам всегда. Всегда. Как только у тебя идет отказ от мышления, все, ты не предприниматель. Ты просто наемный сотрудник. Иди к кому-то работать. Не хочу. Тогда включай голову. Включай мышление. Вот пока ты не включишь, ничего не будет. Друзья, пересматривая сегодняшний выпуск, когда я его пересматривала, конечно же, я поняла, что срочно, срочно нужно как можно большему количеству людей посмотреть наш мастер-класс мышления предпринимателя. Поэтому сегодня мы даем вам специальное предложение. Вы можете вот сейчас перейти по подсказке и получить его. Мне очень хочется, чтобы вы поскорее убрали все эти страшные фразы со своей головы, которые сегодня говорила Катя, которая говорила, что не получится, не могу, да у меня на это не будет денег, а кто мне сделает, да мне сказали, да я и пробовать не хочу. Ребята, это ужасно. Вы удивитесь, когда вы начнете работать со своим мышлением. Вы удивитесь, какими идиотами вы были, именно идиотами, что вы боялись, что вы не делали. Вы сами себя каждый день ограничиваете, потому что вашу голову закидали всякой херней, которую вас научили в школе еще где-то, сиди, не высовывайся. Вы знаете, ужасную вещь я увидела в школе у ребенка, когда дети спустились, естественно, классом на первый этаж учительница им сказала, дети, а ну хором, что нужно сказать? И дети такие в строю сказали на украинском языке, добрый день. Ребята, это вообще ужасно. Это вообще ужасно, когда вы превращаетесь в это тупое стадо, которое не хочет думать. То есть я не хочу говорить добрый день, почему я должен хором открывать рот? Прекращайте им быть. Возможно, я говорю какие-то непопулярные и странные вещи, но благодаря этим вещам вы научитесь быть личностью, вы научитесь быть счастливым человеком, вы научитесь быть собой, зарабатывать деньги, не зарабатывать, тратить, делать то, что вы захотите. Поэтому обязательно проходим этот мастер-класс по спецпредложению. Он длится несколько часов и поверьте, после него вы будете совершенно другим, немножко бешеным человеком. Если вы его уже купили, посмотрите его до тех пор, пока вас не пробьет. Учитесь быть собой и снимать все эти ограничения, потому что это ужасно. И да, мать вашу, не сидят приличные женщины на лестнице. Но кто вам сказал, что я приличная женщина? Я Оле Ермиловой могу делать все. О! Очень популярная фраза, о которой мы с Сергеем говорим, мышление предпринимателя. Понимаешь, предприниматель — человек, который всегда ищет возможности во всем, абсолютно. У него нету нерешаемых проблем, у него всегда есть задача. Когда ты нарисовала сайт, у тебя нету проблемы, я его не могу сделать, у тебя есть задача. Как его сделать? У меня нету для этого трех или пяти тысяч долларов. Я должна это сделать по-другому. И, соответственно, мы включаем мозг и начинаем. Начиная от того, что спросить, показать, поговорить, прийти к нам, сказать, «Ребята, а что мне, как мне быть сейчас?» И так далее. Понимаешь, все превращается в задачи. Предприниматель мыслит категориями задач, а не категориями стенок. О, блин, все. Ты сотрудник, он ему проще всего, почему ты не сделал? А я позвонил, мне сказали нет. Мы даже таких сотрудников на работу не берем. В которых, а камера села, я не смог больше снять. А микрофон сел, и все, есть оправдание. Понимаешь? Когда ты предприниматель, Сережа, правильно говорит главную вещь, ты играешь на свои деньги. Когда мне задают вопрос, почему вы закрыли этот бизнес, продали этот? Да потому что у меня не безлимит денег. Потому что я прекрасно понимаю, когда в какую-то вступаю тему, я понимаю, что мне деньги не откуда-то папа подает, или муж, к сожалению. Вот, вот, вот наш бюджет, и мы смотрим на него, опа, мы понимаем, что нет, нам неинтересно, нам неоткуда брать. Значит, это надо закрывать, а это надо открывать, а это надо пробовать. А это надо, понимаешь, никто их не приносит, и тебе их никто не приносит. И мыслить нужно этой категории. И тебе нужно задать себе главный вопрос. Сколько Катя хочет зарабатывать, и готова ли Катя ради того, чтобы столько зарабатывать, столько напрягаться? Это принципиальный вопрос. Готова ли Катя играть, готова ли Катя как предприниматель жить в неопределенности и получать от этого удовольствие? Потому что люди делятся на разные категории. И предприниматель обладает этими качествами, не предприниматель, нет. И это не значит, что люди плохие и хорошие. Это значит, что люди разные, и это нормально. И хотя бы себе нужно не врать. Вот и всё. Ничего другого делать не надо. И Саша, могу сказать только одно. Вместо того, чтобы прийти и об этом сказать, он поступил, опять-таки, уж простите, я вечно наполовинок наезжаю. Но он поступил так. Я типа занят, у меня вообще дела. Он уже в конце прошлого эфира это заявил. Он сказал, да, у меня там на работе завал начинается. Мы видели на зажигалкопате, как Саше нравилось стоять возле ваших юбочек. Да, и продавать. И продавать их. Вот ему нравилось быть там, понимаешь? Ну, нравилась такая работа. Тебя он выпускает. Иди, Катя, разбирайся, если тебе нравится или не нравится. Я не знаю. Я тебе могу сказать одно сейчас, как гадалка Оля. И, скорее всего, это кому-то не понравится. Что если у тебя получится сделать прорыв в бизнесе, у тебя будет другой муж. Я могу даже с тобой поспорить. Потому что ты просто не захочешь с ним рядом оставаться. Не потому что ты ему что-то не простишь, а потому что тебе будет с ним рядом неинтересно. Я куда-то попала, да? Попала. Ты с этим ничего поделать не можешь. К сожалению. Ты понимаешь, он же не должен быть таким другим. Мы не можем требовать от наших вторых половин, чтобы они были такие, как нам нравились. Понимаешь? Просто другой вопрос мы либо принимаем, и можем параллельно так существовать, вместе жить. Либо есть такие вещи, которые мы не готовы принять. Это уже другая история. Никто не обязан соответствовать и быть такими, как вот мне хочется или тебе хочется. Просто бывает, что люди спокойно с этим живут, и чудесно как бы каждый развивается в своей плоскости. А бывает, что нет. Тут... Это не просто, конечно, всё. Менять мы никого не можем, понимаешь? Заставить быть. Я просто отпустила эту ситуацию. Вот. Правильно сделала. Там тебе надо отпустить. Правильно сделала. Ты должна её отпустить, и дальше всё будет развиваться так или иначе. Просто я тебе говорю, это я наблюдаю много лет уже девочек, которые где-то развиваются. Так часто происходит. Просто нужно быть готовым к тому, что... Если это будет так или иначе, интересы очень сильно, вообще отношения к жизни очень сильно будут меняться, и люди будут меняться рядом. Неплохо, нехорошо, просто это так происходит. Ну давай, в общем, ты подумаешь, куда тебе двигаться дальше. Если ты захочешь всё-таки двигаться, я до нашей встречи следующей, давай присылай мне то, что у тебя будет получаться. Мы с тобой как-то обсудим, чтобы... Ну, потому что видишь, ты говоришь, мне вот я не так поняла, присылай. Будем смотреть, будем обсуждать, я буду тебе помогать. Не киснись. То, что это происходит, это говорит о том, что ты растёшь и меняешься, понимаешь? Это всегда неприятно, по внутренним ощущениям. Я тебя очень хорошо понимаю. Надо изначально тебе сейчас всё-таки принять решение о какой-то курсе. Всё-таки понимаешь, что ты хочешь. Много всего разного продавать и так, или всё-таки сориентироваться нигде самой, понять, куда тебе рулить. Мы с Серёжей каждый день обсуждаем тоже постоянно наши стратегии. Да, там раз, один, ой, у меня такая идея, второй, тш. Типа, ты помнишь нашу цель? Помнишь, всё. У тебя есть кто-то вообще, ну, у тебя вот есть папа, да, который в бизнесе. Ты можешь с ним обсуждать какие-то вещи? Просто вслух, вслух просто проговаривать идеи. Просто говорите, ну, чтобы тебе было проще встречаться с ним там раз в неделю. Ну, он просто был вообще и сфальпом. Не важно, в скайпе, созвонит. Скажи, папа, мне нужна твоя, ну, мне нужна твоя. Я просто тебе буду говорить, а ты мне как-то меня возвращай на место. Потому что зачастую бывает, что самое сложное, это когда мы принимаем стратегию для себя, например, ты там решаешь. Мне нужно немного единиц, мне нужно мало, но много продаж. Вот. И тут же, на следующий день, ты начинаешь садиться и рисовать новые единицы. Ты говоришь, папа, я сегодня нарисовала столько новых единиц. Ты говоришь, папа тебе говорит, подожди, ты же сказала, что тебе не нужно много единиц, что сейчас твоя стратегия – это много продаж. Ну, блин, точно, я забыла. И вот так вот, вот у нас с Сергеем так происходит постоянно. Сережа все время в тираж уходит, а я ему говорю, подожди, мы же же это проходили, в количество продаж уходим. Он, а, да, точно. Потом говорит, у меня такая классная идея. И опять, я говорю, куда ты же, блин, я забыл. Ну, и так по-разному происходит. Понимаешь? Очень важно, когда ты с кем-то это можешь проговорить. Вот. И для себя эту стратегию нарисовать, наклеить, самой решить, что? Понять свою стратегию, куда ты идешь, какая сейчас, на что ты акцентируешься. Потому что мы об этом очень быстро забываем. Я худею, но начинаю завтрак в шоколадке, да? Так или иначе, время пройдет, и через год, два, три у тебя могут быть такие результаты, что ты будешь вспоминать и говорить, боже, я вообще не знала, как я к этому пришла, как это было возможно. Точно так же, как ты говоришь о своих трех годах, которые были до этого. Все происходит. Главное, все рождается в голове. Ты должна понять, куда ты хочешь, чего ты хочешь. И точно знать, что ты туда придешь. Боком, раком. Как-то. Вообще не знаю, как. И все. И все получится обязательно. У всех все получается. Тот, кто не сдается. Большинство людей проигрывают именно изначально в своей голове. Если ты проиграла битву в голове, то все. Это дальше бесполезно. Если ты выиграла, у тебя огромное количество шансов дойти. Будем делать. В меня никто не верит и никто не поддерживает. Мне так тяжело. Что, помнишь такие мысли в своей голове? Я, конечно, не Зигмунд Фрейд, но все же спрошу тебя. А с чего ты, мой друг, решил, что кто-то должен это делать? Не должен. Представь себе. Это кричит твой эгоизм. Всплывают твои отмазки. И опять-таки желание переложить ответственность себя на кого-то другого. Мы почему-то плотно вбили себе в голову, что кто-то должен нас поддерживать. И что в одиночку нам не справиться. Но ведь по факту это не так. И до тех пор, пока ты это не осознаешь, дела не будет. В какой-то момент, живя в своей квартире на массиве, я, наблюдая за людьми вокруг меня, осознала, что мне пора совершить обег. Но о какой поддержке я могла просить людей, которые жили совсем в другом мире. С другими мыслями, потребностями. Словно в ином измерении. Я даже не думала их переделывать или пытаться образумить. Нет. В свои 18 я прекрасно понимала, что мне нужно вырваться. Вырваться в другой мир. Потому что в этом я не видела свою жизнь. Я не видела себя ни в метро, ни в тесных маршрутках. Не представляла себя вечно покупающей одежду на рынках, стоящей в очередях в дисконтном супермаркете с просроченными продуктами, сделанной непонятно из чего. И мужчина моей мечты никак не был похож на тех, кого я видела рядом с собой с дырками в зубах и вечным благовонием. Вечернего алкоголя. Это была не моя жизнь. И мне не нужна была поддержка, потому что у меня была мощнейшая мотивация. Это моя книга. И если вы ее прочитали, то вы большой молодец. А если нет, может быть вам не стоит ее читать. Но я хочу вам напомнить о том, что ваша мотивация – это ваша мотивация. И до тех пор, пока у вас ее нету, пока у самих вас не чешется, вы, к сожалению, будете находить такие же отмазки, как сегодня находила Катя, которая не может, которая все еще надеется на Сашу, которая надеется на какую-то ситуацию, которая на что-то надеется. Но вместо того, чтобы на что-то надеяться, я рекомендую вам по собственному опыту, ребята, рассчитывать на себя, действовать, действовать, разогревать свою жопу до тех пор, пока вас страшно не начнет бесить ваша действительность. Вы знаете, меня поражают те истории, которые вы часто пишете мне в Инсте. Когда вы рассказываете о том, как вы живете с родителями родителей, которые вас, блин, пилят. Когда в вас ваша половинка, там, в частности, девочки часто пишут о том, как мужчины не дают реализовываться, не дают денег, ничего ни хрена не дают. Какого черта вы все это терпите? Какого черта вы не хотите ни черта в своей жизни изменить? Вы не хотите! Вы все время говорите о том, что вам кто-то что-то не дает. Но ведь это неправда. Ведь никто ничего и не должен вам давать. Сегодня я хочу увидеть самые классные комментарии. Сегодня я хочу увидеть самые искренние комментарии о вашей боли. О том, где есть ваша слабость. О том, почему сейчас, возможно, посмотрев на Катю или просто послушав меня, вы понимаете, что вы почему-то не дергаетесь. Чего вам не хватает? Напишите, пожалуйста, искренне. Искренне и искренне. Среди всех, кто напишет комментарии, я разыграю свою книгу, если она у вас есть, вы получите ее денежный эквивалент. Мне очень хочется, чтобы вы все-таки набрали сил что-то изменить. Мне очень хочется, чтобы бизнес-шоу был для вас не просто шоу, а чтобы вы использовали то, что мы даем, чтобы вы не боялись, чтобы вы со стороны видели, как смешно выглядят те отмазки, отговорки, которые вы даете. Ну и, конечно же, мне сегодня хочется поддержать Катю, потому что я понимаю, как ей непросто. И эти слезы, которые я там видела, я не знала, как себя вести, потому что они были очень горькие, болючие и искренние. И я не за то, чтобы разбивать браки, и не за то, чтобы наши девочки меняли своих мужиков, я за то, чтобы мужики менялись, я за то, чтобы мужчины держались таких женщин, которые чего-то хотят, которые вместо того, чтобы сидеть и говорить, обеспечь меня, дай мне, они хотят развиваться, они хотят заниматься любимым делом. Таких девочек тоже не очень много, и их нужно ценить. Так что я жду ваших комментариев. Не забывайте ставить лайки нашим видео, потому что это тоже моя работа и моя цель. А вам иногда просто лень нажать на кнопочку, просто лень или не хочется. Давайте будем учиться быть благодарными. И, собственно, до встречи в следующем выпуске. Подписывайтесь с твоих друзей, потому что для меня это тоже важно. Пока!